Продолжаются аресты в Министерстве обороны. Сейчас есть даже вероятность, что посадят Цаликова, легендарную в негативном смысле фигуру в Министерстве обороны, правую руку Шойгу, который занимался коррупцией. И в том числе у вас есть инсайдерская информация, что это могут сделать или в конце года, или в начале следующего. Вам слово об этих арестах в Министерстве обороны. Ну тогда, короткая справка, Руслан Цаликов был первым заместителем Сергея Шойгу в МЧС. Потом в дальнейшем он был первым заместителем губернатора Московской области, когда Шойгу был губернатором этого региона. И дальше он вместе с ним перешел в Министерство обороны и был там первым заместителем. И, конечно, он курировал и взаимодействие с ФСБ, и решал все вопросы, и с военным следствием, с военными прокурорами, с медиа, со СМИ, с журналистами, с блогосферой, которые там их облизывали, вылизывали и так далее, с администрацией Путина. Это был серый кардинал на протяжении десятилетий. И Шойгу не принимал каких-то ключевых решений без него. И, соответственно, наоборот, если мы говорим про распределение лимитов бюджетных обязательств, ассигнования, распределение бюджета армии, конечно, Цаликов все это курировал. И Тимур Иванов был их казначеем, точно так же, как Тимур Иванов был у них председателем правительства Московской области, когда Цаликов и Шойгу рулили Московской областью, Московским регионом. Он пытался каким-то образом уйти вместе с Шойгу в Совет Безопасности. Но Шойгу настолько испугался арестов и задержания Тимура Иванова, и настолько понял, что сгустились над ним тучи, что единственная индульгенция, которую он проговорил с Путиным и с Бортником, это была как раз для него позиция в Совбезе, но при этом он дистанцировался от Руслана Цаликова. Тот, используя достаточно большие административные возможности и финансы, пытался каким-то образом откупаться, и в какой-то момент это ему получилось, то есть за ним не пришли с наручниками, его не арестовали. Потом у него была абсолютно провальная, неудачная попытка купить себе кресло в Совете Федерации, стать членом Российского Сената. Соответственно, но в ТУИ его не поддержали, несмотря на то, что он был готов пойти на все. То есть админресурс ему отказал в праве получения поста, который бы гарантировал ему иммунитет от уголовного преследования. А вот что сообщают наши источники, они говорят, что ему рекомендовали настоятельно даже не пытаться покинуть территорию Российской Федерации. Ну, по целому ряду соображений. Во-первых, у него был допуск к государственной тайне, к очень важным секретам. Ну, и плюс ко всему он проходит де-факто подозреваемым по целому ряду уголовных дел. И сейчас события развиваются следующим образом. За последние полторы-две недели его ближайшее окружение, дальние, близкие, родственники и доверенные лица начали распродавать активы в Москве и в Московской области, потому что они обросли недвижимостью, деньги нужно куда-то, украденные из армии, инвестировать, элитные апартаменты, офисные помещения, какие-то доли в логистических центрах, в торговых центрах. И сейчас они это сбрасывают за бесценок, по сути дела готовятся на рывок. Есть две версии. Одни наши источники сообщают о том, что Цаликову назвали достаточно большую астрономическую по нынешним временам сумму, чтобы откупиться, и чтобы его сохранить на свободе. Другие говорят о том, что речь идет, конечно, о попытке побега с отдельными документами, с какой-то там историей, с бизнес-джетом, то есть, в общем, готовить ему какой-то план для эвакуации. Но то, что над ним сгущаются тучи, потому что генералитет, огромное количество людей, начальников из Минобороны, из вот этой команды Шойгу, Цаликова, они заполнили Лефортовский генеральский продолг, в нескольких других следственных изоляторах Москвы сидят подрядчики, субподрядчики, там, начальники различных управлений, Генштаба и Минобороны, и все дают показания. И, соответственно, все это стекается наверх, плюс уже следователи сейчас получили отчеты по прослушиванию телефонных переговоров, выемки, телефонные и электронные переписки. Из этого всего усматривается, что, конечно же, Тимура Иванова, как бы они не хотели натянуть сову на глобус, его нельзя назвать лидером этой преступной группировки. Там, очевидно, руководящая роль у этих преступных схем Руслан Цаликов и Сергей Шойгу. Но, как я уже говорил, Путин своих подельников по журналам, там, с фотографиями, с голым торсом он не сдает, потому что нехорошо, как бы, да, там, они Шойгу фотографировались там с голыми, обвислыми своими грудями. Соответственно, да, ну, это действительно так. Ну, что, ну, это возраст просто, как бы в этом возрасте люди обычно фотографируются в майках, в рубашках. Но они почему-то подумали, что кого-то этим впечатляют, это, в общем, унылое зрелище. Но для Путина его политтехнологи и эксперты, они ему советуют не арестовывать Шойгу, потому что будет нехорошо тогда на этих всех плакатах и постерах появится там человек уже там в робе, а рядом там второе под знаком вопроса. Это будет негативно сказываться на его пиаре. Вот. А по Руслану Цаликову здесь, конечно же, такого приоритета у него нет. Он, не знаю, там, не взяли его фотографироваться, может быть, грудь у него не подходила для фотографий, может быть, как бы в это время, когда они там собирали грибы и мороженку, он занимался другими делами, как бы занимался выводом денег из бюджета. Ну, в общем, короче говоря, у него ситуация печальная, конечно же, и достаточно справедливая, то есть бумеранг за ним прилетит, конечно же. И здесь не нужно их обелять, потому что некоторые люди пишут, что вот они коррупционеры, спасибо, что они столько крали и так далее. Ну, здесь все-таки это лукавство, он был первым заместителем министра обороны, и представлять руководством Министерства нападения, которое убило огромное количество украинцев, как якобы просто там голубых воришек Альхинов и воровайк, это неправильно. Они соучастники огромного количества военных преступлений. Они занимались подготовкой для нападения, они были бенефициарами этой войны, они с помощью войны пытались пролонгировать свое нахождение у власти, потому что я уже рассказывал вам в одном из прошлых эфиров, что по Цаликову, Шойгу, Иванову собирались материалы в военном следствии и потихоньку на основе данных счетной палаты готовилась к предъявлению обвинения в 21-м году. А дальше вот они, их военная разведка, которая, конечно же, от них зависела, они погрузили Путина в вот эту истерию, что вот-вот на нас нападут и нужно напасть первыми, чтобы нанести упреждающий удар. Иначе вход в СУ и каких-то вымышленных дивизий НАТО, которые до сих пор никак в Украину не могут приехать. Ну, в общем, очевидно, что Цаликов был одним из тех людей, которые наживались на войне и которые организовывали эту самую войну. Поэтому здесь, в этой части, конечно, никто его ни в Украине, ни в мире, ни уж тем более в России жалеть не будет, и поэтому будем наблюдать за развитием событий. Его закроют. Вопрос лишь в том, в ближайшее время или сначала его обезжирят и заберут у него все эти активы у его семьи, а потом все равно закроют. Вот, собственно говоря, перспектива у него именно такая, вслед за Тимуром Ивановым. Я думаю, что со временем уже после там биологической смерти диктатора и за Сергеем Шойгу тоже придут. Владимир, вы знаете, вы всегда обладаете очень точной и достоверной информацией, потому что ваши источники, они даже говорят с большим опережением события, которые происходят. Вы сказали, что за Шойгу тоже придут. Хотел вас уточнить, есть сегодня предпосылки вообще для военного переворота или дворцового переворота при различных обстоятельствах, особенно после перехода Трампа к власти внутри Кремля? Как вы считаете, потому что уверены, что у вас есть информация? Есть, конечно. Как я уже говорил, там в самом начале предпосылки следующие. Путин морально истощен. Он бравирует, понятно, что он там часами готовится для того, чтобы потом там в течение часа на какой-то пресс-конференции там врать и сочинять, и играть до последнего там, но факт, это говорит об обратном, а бюджет трещит по швам. Социальные обязательства перед обществом у него абсолютно не выполнены. народ и в глубинке, и даже в центре живет хуже, чем в довоенное время. С армией полный швах, именно поэтому он бежит к северокорейскому диктатору, унижается и соглашается отдавать немыслимые космические ракетные технологии Северной Кореи в обмен просто на какое-то количество тех северокорейцев, которых они будут использовать как пушечное минное мясо, и то, кстати говоря, я могу вам сказать, что в Генштабе, судя по нашим данным, там просто в шоке, потому что, во-первых, а как ими управлять, что это за боевые подразделения, которые не знают русского языка, они напечатали эти нелепые методички там с транскрипцией, правильно как читать, какие-то там первые там 10-20 команд отправили это в войска, но это смешно. Во время боя, значит, там какой-то командир или офицер должен открывать буклет, смотреть туда, чтобы думать, что он будет кричать во время там взрывов северокорейцев. Плюс политруки, конечно, в шоке, потому что как только у северокорейцев образовались в руках смартфоны, и они нашли такие сайты там, как Порнохаб и так далее, у них просто, ну, как бы, в общем, открылся перед ними совсем другой мир, ранее до этого там неизведанный, то есть они никогда в жизни этого ничего не увидели, не видели, и там многие уже прямо сейчас, как бы, на этой стадии сходят с ума. Там не надо им там сбрасывать, не знаю, там, с самолета какие-то бочки со спиртом, там просто смартфоны им раздаешь там с мобильным интернетом и со ссылками на порно-сайты, и все, и там переворот сознания, поэтому часть северокорейцев, по нашей информации, планирует как можно скорее сдаваться в плен с тем, чтобы запросить политубежище у западного мира, а часть подумают, как им раствориться и косить под бурятов и тувинцев с тем, чтобы остаться в России, но не возвращаться в Северную Корею. То есть там абсолютно неуправляемый контингент, который никогда не принимал участие в какой-то большой войне, и плюс ко всему, с точки зрения коммуникации или какой-то мотивации, там, ну, от слова ноль. Там есть, конечно, несколько одиозных персонажей, которых там прокачали, и которые хотят сделать себе карьеру, вернуться в Северную Корею и стать какими-то новыми генералами, но основная масса, которую привезли, ну, это, в общем, там все в шоке. И к чему это сейчас приведет? Ну, очевидно, что это будет такой, там, длящийся позор. Вот, собственно говоря, вот поэтому, отвечая на ваш вопрос по поводу перспектив, там, каких-то глобальных изменений, я уже сказал, что Путин, он должен пойти, он хочет пойти на какие-то уступки с Дональдом Трампом, с тем, чтобы выйти из этого крутого пике, и с тем, чтобы хотя бы каким-то образом... Потому что он прекрасно понимает, что если он в ближайшие месяцы не найдет общей точки соприкосновения, и Трамп в этой, в своем последнем периоде правления назначит его врагом, а не тем, с кем можно о чем-то договариваться, то дальше для него будет все печальнее некуда. Поэтому Путин прекрасно понимает, что он бряцает оружием, бравирует, где-то там ядерку упоминает. Ну, это все лишь просто, там, игра для повышения ставок. Но если он действительно пойдет на какие-то уступки, которые, конечно же, от него Дональд Трамп будет требовать, иначе запишется во врагов. Но дальше тогда у него, у Путина просто дрогнет система, потому что, еще раз повторяю, там внизу, вот эта там средняя прослойка российских спецслужб, российской армии, они поверили во все вот эти вот тезисы Роспропаганды. И если им завтра генералы скажут, там, подморгнут и скажут, ну так нужно, они этого не поймут. Вот. И, конечно же, когда они вернутся, он сейчас пытается, там, от них откупаться и для видимости, там, маму одного из погибших назначил губернатором какого-то удаленного региона на Дальнем Востоке, там, еврейский автономный округ, депрессивный регион. Но, как бы, вернутся-то сотни тысяч, и для сотен тысяч это тогда, получается, внутренняя будет революция, потому что если всем им он будет давать какую-то поддержку с постами мэров и губернаторов, ну а что он скажет сейчас нынешней своей бюрократии, которая его десятилетиями поддерживает? В любом случае будет внутрибюрократическая российская новая революция. И либо старые вынуждены будут использовать методы, там, КГБ, НКВД и ГУЛАГа, и их с колес, там, после первой бутылки водки, по поводу и без повода арестовывать и заполнять имя освободившейся колонии, что тоже, в принципе, как вариант. Либо другой вариант, там, военные поймут, что их ждет, что их в любом случае будут перемалывать, и никто их, там, как новую элиту не воспринимает. И тогда они рванут, там, объединившись, и там, пару-тройку дивизий, конечно, они сделают погоду, и они кардинально поменяют ситуацию в России. Вот. Так что, еще раз, для Путина это будет вызов. Ему абсолютно сейчас некомфортно, и он прекрасно понимает, что у него, вот он как на транспортерной ленте, он едет, а в конце вот эта вот пропасть. А перепрыгнуть можно только, вот, воспользовавшись, там, мостиком, который, там, с Трампом подъедет. А Трамп его на этот мостик себе возьмет и спасет, только если он пойдет на какие-то уступки, которые сразу сгенерируют для него, его окружение, немыслимые риски внутри России. Так что, в общем, ему осталось какие-то считанные месяцы, а дальше может произойти совсем невероятное. Но то, чего никто не ожидает, точно так же, как практически никто, кроме нас, не ожидал мятежа пригожно. Владимир, вот именно поэтому, финализируя тему с переворотом, чтобы мы перешли к очень важной теме ООН, я бы хотела вам задать в этой теме финальный вопрос два факта, которые сегодня мне вот интересно, чтобы вы оценили. Первое. День Пасха вдруг неожиданно написал публичное сообщение о том, что вот Трамп пришел к власти, доллар будет, ой, прошу прощения, нефть будет 50 долларов к маю месяцу, поэтому, наконец-то, закончится война. Это факт первый. Факт второй. Актил Аудинов человек беззаговорочно. Рамзана Кадырова последние несколько недель очень жестко критикует Министерство обороны, Росгвардию, говорит о мародерствах, говорит о том, что российская армия сдает позиции, а проблема в Кремле, в Министерстве обороны и в правительстве. А вообще позавчера он сделал заявление, что мы вообще знать в северокарейских войсках не будем, потому что они едят, если я не ошибаюсь, консервы из собак, а для Рамзана Кадырова это вообще невозможно, поэтому все кадыровцы не будут коммуницировать с северокарейскими войсками, но это такой, знаете, предпосылки к бунту. Поэтому хотела вас спросить, во-первых, могут ли олигархи сдать Путина, таких как Дерипаска, например, и второе, может ли Рамзан Кадыров под шумок свергнуть Путина, у него там достаточное количество боевиков более 50 тысяч? Даша, возможно, все. Вопрос лишь в том, насколько подготовлены будут вот эти самые бунтовщики и насколько они будут слушать Путина, потому что он в нужный, в определенный момент он опять растает, он опять превратится в дужку, как в ночь с 23 на 24 июня, который будет говорить слово «мы», объединяя их. Но что произошло с Пригожным и Суткиным, все увидели. Поэтому здесь в данном случае там и полковники, и генералы, которые подумывают о повторении, о рецидиве подхода, и там кадыровцы и все остальные, они просто должны изучить хорошо историю и усвоить этот урок. И если действительно у них вдруг там хватит пороха в пороховницах, там и ягод в ягодицах, значит, нужно тогда будет им идти до конца, потому что в противном случае у них там лифты будут срываться в шахты вниз в многоэтажных домах, там самолеты падать, как у Уткина с Пригожным, и Фейсбэй их, конечно, зачистит. Именно поэтому я и говорю, что сейчас все самое интересное с этой точки зрения, все только начинается.